Привет, друзья! С вами Орех, и это специальный выпуск видеоподкаста, полностью посвященный главному событию в мире современных игр, бизнес-выставки Е3, в нашей программе. Но, когда у тебя это в твоей руке... Горячие звезды из пресс-конференций Sony, Nintendo и Microsoft. Новые видео и рассказ о Lost Odyssey, Halo Wars, Resident Evil 5, Dark Sizer, Silent Hill 5, Halo 3, Killzone 2, Metal Gear Solid 4, А также своими впечатлениями о выставке и представленных проектах поделится главный редактор журнала «Страна игр» Константин Говорун, который несколько часов назад прилетел из Лос-Анджелеса. Компания Microsoft фактически открыла бизнес-саммит своей конференции, которая подвела итоги прошлого года и одарила нас информацией о нескольких новых разработках. Вот лишь самые важные моменты часовой презентации. Life Arcade получит в этом году классических Golden Axe и Sonic от Sega. Gears of War и Viva Pinata появятся в версиях для XP и Vista. Замечу, что PC-версия Gears of War получит 5 экстрементных уровней и нового босса. Rea готовит к концу года Viva Pinata Party Animal для Xbox 360. Специально для Life Arcade анонсирован новый контроллер, внешне похожий на V-Mode с четырьмя основными и одной гигантской кнопкой, видимо, чтобы уж точно не промахнуться. Количество пользователей Life достигло 7 миллионов человек. К июлю 2008-го это число должно перевалить за 10 миллионов. Первая игра Barge. Марафон выйдет для Life Arcade. Элит-версия Xbox 360 будет запущена в Европе в день старта Blue Dragon, то есть 24 августа. Новые Naruto и Splinter Cell платформенные эксклюзивы для Xbox 360. Видео из Resident Evil 5 Kill Wars Odyssey стали настоящими бриллиантами конференции. Компания Sony, в отличие от Microsoft, не стеснялась громких анонсов. И это понятно, позиции догоняющего заставляют двигаться быстрее. Естественно, главными вопросами зрителей в зале были, а сможет ли Sony вытянуть Killzone 2? И какой сюрприз нам готовит Metal Gear Solid 4? Ответы на оба вопроса вы найдете чуть позднее, а я постараюсь подвести черту под другими анонсами. Sony представила ревизию PSP. Приставка значительно меньше и легче оригиналов, поддерживает подключение к HD телевизорам и дольше способна работать в автономном режиме. Разноцветные варианты обновленной приставки должны прибыть в октябре этого года. Чубакка из «Звездных войн» представил PSP в стиле Гард Вейдер. Были показаны Wipeout HD, Echo Chrome, Paying, Sofcom Confrontation для PlayStation Network. NCSoft объявила о создании эксклюзивных проектов для PlayStation Network и PlayStation 3. Haze стала временным эксклюзивом для PlayStation 3 этой осенью. Unreal Engine 3 был специально оптимизирован для PlayStation 3 за деньги Sony, а Unreal Tournament 3 останется эксклюзивом для этой приставки в 2007 году. Metal Gear Solid 4 подтвержден как эксклюзив для PlayStation 3. Была анонсирована InFamous от создателей Sly Cooper, уж слишком напоминающая Crackdown. Nintendo решил сделать ставку на периферийные устройства, представив Wii Zapper, который теперь работает с Resident Evil и Medal of Honor. На Западе игрушка будет стоить 19 долларов 99 центов. Кроме того, более 35 минут были посвящены WiiWheel и Wii Fit. Руль будет поддерживаться в Mario Kart Wii. Wii Fit — это набор для занятий аэробикой и силовыми упражнениями. Кроме программы, в комплект входит специальный пат Wii Balance Board, который не только отслеживает нажатия, но и оценивает степень ожирения игрока. Зал встречал анонсы Волча. А теперь перейдем от суеты конференций к самым интересным играм выставки. Lost Odyssey от Хироновуса Кагуччи и студии Mistwalker выглядит просто потрясающе. Игра приобрела эпичность серии Final Fantasy и свой собственный оттенок глобального мира. Герои прекрасно детализированы, бессмертные персонажи насыщены эмоциями, а система боев отличается в лучшую сторону по сравнению с большинством JRPG. Если не случится ничего сверхъестественного, то мы сможем увидеть Lost Odyssey на Xbox 360 до конца этого года. Halo Wars от Ansible Studios и Bungie впервые за год CG-роликов одарила нас реальным геймплеем. Возможно, в красочных сражениях и многометровых созданиях нет никакой революции, но популярная вселенная и умение Ansible Studios выпускать исключительно сбалансированные продукты заставляет верить в большой успех этого проекта. Resident Evil 5, честно говоря, удивил. Восточная музыка, африканское окружение и немного вуду фактически предлагает нам совершенно не типичный для популярной Survival 4 серии проект. Посмотрим, какие сюрпризы нам еще подкинет Capcom, но игра реально интригует. Компания THQ решила скрестить ужастики и техно-готику, представив свою вариацию на тему магия против технологии. Darksiders. Игра обещает ворваться на платформы PlayStation 3 и Xbox 360 в следующем году, но мутировавший демон в переростах из видео еще долго будет являться ко мне во сне. Silent Hill 5 действительно ждали с надеждой, затаив дыхание от предвкушения возвращения к оригиналу, но нас обманули. Игрой занимается не японское отделение Konami и даже не американский офис, а компания Collectives, лепившая Mark Eccos Getting Up и совершенно чудовищную аркаду про приключения и Дианы Джонса. Настоящая жесть. Естественно, обойтись без свежего видео из Halo 3 невозможно. Сингл-режим стал еще более красочным и разноцветным, а многочисленные взрывы и анимации добавляют проекту столь модной кинематографичности. Конечно, игра не дотягивает до прошлогоднего тизера, но, друзья, вдумайтесь, это же Halo 3! Хилл-Зоун 2 Одна из темных лошадок этой выставки. Два года назад Sony всех весело обманула рисованным видео из несуществующей игры, вызвав огонь ядовитых стрел. Два года спустя представители компании показали домашние задания. Не сказать, что продемонстрированная игра перепрыгнула компьютерный таргет ролик, но выглядит действительно потрясающе. Разрушаемое окружение, множество скриптов, атмосфера реального боя и климатическое оружие захватывают дух. Уж поверьте моим ощущениям, Килл-Зоун 2 будет главной игрой следующего года. И куда мы денемся без долгожданного Metal Gear Solid 4? Перед демонстрацией нового видео чуть помятый Козимо твердо заявил, что четвертая часть приключений Солида Снэйка будет его последним проектом в этой вселенной и концом для главного героя. Хидео обещает раскрыть все тайны серии, рассказать о патриотах и секретных наночипах, которые вывели войну на новый уровень. Игра выйдет в начале 2008 года в эксклюзивной версии для PlayStation 3. Обязательно обратите внимание на схватку Райдена и Вампа. Это лучшая постановочная драка в играх нового поколения. А теперь мы поговорим с главным редактором журнала «Страна игр» Константином Говорном, который поделится своими впечатлениями о выставке E3. Костя, расскажи, какие игры и новинки произвели на тебя наибольшее впечатление? Больше всего мне понравилось то, что Nintendo показала на своей пресс-конференции. Это несколько новых устройств для Nintendo Wii. Пистолет, руль и специальный коврик, чувствительный к нажатиям. Самое любопытное было то, что Сигеро Миямото, известный гейм-дизайнер, на пресс-конференции представлял не Super Mario Galaxy, свой супер ожидаемый хит для Nintendo Wii, а новую игру Wii Fit. Это нечто вроде Wii Sports, только про фитнес. Это наборы спортивных упражнений и разнообразных мини-игр. Кроме того, мне очень понравилось видео из Metroid Prime 3. Игра очень здорово выглядит. Она выглядит практически как игры на Xbox 360 и PlayStation 3. При этом работает на Nintendo Wii гораздо более слабой приставке. Естественно, ты общался со множеством разработчиков, и мы увидим еще много материала на страницах журнала Страна Игр. Может быть, ты прямо сейчас поделишься какой-нибудь инсайдерской информацией для наших зрителей? У меня действительно было много интересных интервью. В первую очередь интервью с Дэвидом Ривзом, президентом Европейского отделения Sony. Например, он сказал такую любопытную вещь, что в России существуют очень строгие правила ввоза разнообразной техники. И, например, новая PSP, которую показывали на E3, в России не может быть продана раньше, чем через несколько месяцев, поскольку требуется согласование с правительством на одобрение всех разных технических новинок, которые в ней используются. Например, Wi-Fi и так далее. Кроме того, он рассказал, что игра Manhunt 2, которая была запрещена в Англии и запрещена в США, на самом деле, самой Sony запрещена не была. И если, например, Take-Two решит издать игру в странах, где нет такого строгого регулирования, например, в России, то Sony одобрит эту игру. Что касается интервью с разработчиками, то наиболее важное из них было по Fallout 3. У нас будет тема номера следующего по Fallout 3. И мы посмотрели игру, нам показали около 40 минут геймплея. Версия, представленная на выставке, была для Xbox 360. Но игра выйдет на PC, на PS3. Один из таких наиболее важных моментов по поводу новой игры – это уровень жестокости. Как известно, в Fallout он славился разными такими спорными темами. Насилие, секс, преступность, наркотики и так далее. В новом Fallout, к сожалению, из этого сохранится только насилие, да и это такое достаточно карикатурное. То есть там будет много крови, там жестокие убийства монстров, но при этом нельзя будет убивать детей, нельзя будет отрывать там руки-ноги, мучить и так далее. То есть игра будет больше похожа по уровню жестокости на Mortal Kombat, не более того. Костя, спасибо большое за беседу. А на этом у нас все. До встречи в новых выпусках видео подкаста на просторах GameLand.ru. Мы увидимся с вами ровно через неделю. Пока! Скажи Evo. Evil. Resident Evil. Resident Evil. Моя. 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 Продолжение следует...